Каждой минутой с каждым днём наши гопники становятся всё богаче и всё более злыми и мощными, чтобы отжимать всё больше бабла. Поэтому с вами продолжаем зарабатывать деньги в игрушке под названием Highwaymen. С вами, как обычно, Кристалл, и мы начинаем! Ну и прошлый раз мы, получается, себе прикупили уже трёх ребят. Теперь у нас целая вот такая конкретная банда. Но моя задача сейчас будет заработать деньги, знаете на кого? На четвёртого нашего напарника. А потом уже можно будет пройтись по всем торговцам прям конкретно. Я могу, конечно, попробовать напасть на следующий торговц и заработать ещё больше денег. Но лучше я куплю себе ещё одного напарника. Потому что денег на него накопить надо совсем немного, 100 тысяч. У меня уже 63 есть, так что вообще не проблема. Так что продолжим молотить этого торговца. И сейчас возьмём ещё одного бардана. К нам ещё одного гопника, считайте, будем ещё бабло отжимать. И, ребята, если игрушка вам нравится, захочется увидеть, что же будет происходить дальше. И если игрушки ещё подобного жанра хотите, то поддержите лайком. Более 2000 лайков равно продолжению. Будет новая серия, все дела и уже на следующий день. Поэтому лайк обязательно поставь. Ну и стока, наконец-таки, я заработал. И покупаем себе ещё одного чувака. Кто это у нас? Это у нас мистер Найл. Это у нас маг, получается, волшебник. Который очень редко, судя по всему, атакует. Но если атакует, то наносит самый большой урон из тех, что у меня есть. 46 получается. Дальше можно будет купить единорожку. И так, он увеличивает... Это увеличивает длительность тех способностей на одну секунду. По-моему, очень круто. Тем более, что это не максимальная прокачка нашего товарища. Так-с, и дальше мне нужно будет купить две способности. Какая, кстати, способность у этого чувака? Так, автоатака. Каждые 7 секунд, получается. Течение 7 секунд будет автоатака. Видимо, очень быстро будет молотить у нас, ребята, или что-то типа того. А, в общем, посмотрим уже, когда набьём нужную сумму денег. Её набьём уже с вами супер скоро. Уже первый скилл есть. Но нужно купить все скиллы, чтобы наша банда была полноценной. Поэтому сейчас накопим оставшуюся сумму денег и нападём на следующего торговца. Всё, практически наколотил уже последнюю сумму. Добиваем, и все скиллы у меня теперь есть. Отправляемся на следующего торговца. Надеюсь, что мы с ним справимся довольно-таки шустро. И надеюсь, что мы его, конечно, победим. Так, всё, подошли к нему. У него золотое ружьё. Какой он жёсткий. Так, окей. Скилл, 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 скилл. Всё, запустили. Надеюсь, что все способности работают. И самое время мне начать самому щёлкать. И я очень надеюсь, что мы справимся. Так, давай, 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 давай. Я почти его победил. Но, правда, и он мне тоже неслабо накидывает. И без своей армии у меня, судя по всему, не хватит сил всё же его победить. Поэтому, эх, придётся ещё качнуться. Ещё бабосики нам пригодятся. Следующий торговец нам пока не по зубам. Потому что ещё недостаточно статов у нас всё же. Но эта проблема быстро у нас решится. Если докупим сейчас ещё парочку всяких предметов. Парочку левелов поднимите. Тем более, что деньги идут очень быстро. Так что левелы поднять будет не проблема. Тогда дождёмся все остальные скиллы, когда перезарядятся. За это время, пока скины перезаряжаются, докуплю мощь нашим ребятам. Чтобы они прям заточили и вообще не дали противнику не шанса как-либо нас остановить. Ну, получается, докупил ещё несколько левелов нашему сэру Сперлоту. Получается, теперь он 12-го левела. И также наш лучник стал 4-го. Был первый. Этот, по-моему, был вообще 5-й уровень у нас вроде как. Так, и отправляемся на следующую битву. Вроде в этот раз должно получиться гораздо лучше. Так что сейчас будем с вами фигачить прям как можем. Кстати, здесь, оказывается, на 1, 2, 3, 4 можно было скиллы нажимать всё это время. А я думал, что как-то по-особенному надо действовать. Так, окей. И сейчас попробуем его вынести. Надеюсь, что получится в этот раз у меня. Так, ну, хп я больше ему сношу, чем в прошлый раз. Это по-любому. И вроде как я победил. Отлично. Ещё одна победа у нас кармания. И у нас следующий торговец, который будет приносить ещё больше денег. И позволит нам ещё быстрее развиться. На самом деле, у меня ещё целая куча всяких пассивок, которые нужно тоже раскачать. Это там вот эту русалку качнуть уже, чтобы урона больше было. Также всякие другие артефакты, которые увеличивать будут урон. Также ещё и мага нашего качнуть. Ну, в общем-то, прокачек ещё целая гора и горка у нас. И если мы всё это прокачаем, тогда наш отряд будет просто непобедимый. И завалит вообще всех торговцев, которые только есть. Кстати, следующий торговец наверняка ещё... Да, это уже следующий вид торговца. Судя по всему, он более жёсткий будет. Урон у него 45-5000 хп. И дроп денег гораздо больше становится, конечно. Так, ну что, сейчас нужно будет тогда нам вложиться в прокачку моих чуваков, получается. Прокачка эта стоит у нас... Ну, в принципе, я думаю, что сейчас в лучника всё вложу. Потому что лучник у меня практически не прокачен. А каждая прокачка лучника даёт бонус к атаке, скорости его и ко всему остальному. Поэтому лучше все деньги будет вложить в лучника. Чтобы он всех начал молотить прям конкретно. И хотя бы левел 10 ему нужно будет набить, чтобы наверняка следующего торговца также победить. Ну, я тестово, конечно, потрачу где-нибудь. Там, 1100, например, в него вложу. Нападём на врага. Посмотрим, получится ли победить, не получится победить. А потом уже будем действовать, смотря от того, победил я или нет. Просто в самом максимум раскачивать его будет супер долго. Если его прокачать до самого максимума, мне кажется, мы уже точно всех победим. Поэтому надо будет прокачать его хотя бы по-среднему. И потом уже, может быть, других ребят докачивать. Ну, в общем-то, поднял я нашему лучнику статы весьма неплохо. Теперь у него 10 левел, получается 500 хп. Можно сказать, 80 ДПС. Что просто офигеть, как много. Потому что у всех остальных у меня такого ДПС вообще даже близко нет. И, в общем-то, ещё надо бы чё-нибудь качнуть из-за нашего самого главного чувака. Ну, давайте ему это докуплю. Ботинок, получается, вот это куплю. И погнали на следующего торговца. Надеюсь, что получится его затащить довольно-таки быстро в этот раз. И вообще без проблем. Потому что прокачался, но его очень и слабо так. А всё, торгуец попёрся. Все скиллы активировали. Поехали кликать. Надеюсь, что получится его развалить быстро. Я не потеряю всех своих самых мощных ребят. Самый мощный у меня, по идее... Ну, конечно, я и вот этот Нибархут, получается, лучник, который у нас отъехал. Но я успел победить. Последний, последний буквально пиксель хп остался и у меня, и у него. И мы с вами затащили. Шикарно. Так, а следующий у нас торговец Рыжеборот вот такой получается. У него ДПС ещё на пятёрку больше. Поэтому, по-любому, он меня размотает. Надо к нему быть более готовым. Так, и давайте ещё остальные всякие фишки я доподниму. Как я понял, этот апгрейд нужно было брать в самом вообще начале, потому что даёт дополнительный... Этот, дэмэдж за левел ап моих грабителей, получается. Но сейчас у них урон не растёт. То есть, получается, эту штуку вообще в самом начале нужно было качать, чтобы урон прям максимально большой был. Но про это вообще никак не говорится, поэтому ты вообще про это не знаешь. Ну ладно, окей, допустим, всё равно не всех докачал до максимума. Так что эту штуку ещё можно будет провернуть. И тем более, что у меня ещё маг вообще ни разу не прокачанный. Так что в него можно будет вложиться. Так, а чё у нас там дальше? Шанс заблокировать урон за всеми чуваками. Точнее, это... Получается, он может погасить урон для вот этих вот чуваков с 10% шансом. В принципе, неплохо, но стоит очень даже дорого. Так, шанс вот этого. Я думаю, что единорожку надо прокачать, чтобы посмотреть, что у него за способности могут быть дальше потом. Потому что пассивки мы не знаем, какие есть. Так, единорожек, только рог чё-то никакой не появился. Ну ладно. Так, ага. То есть, можно получить дополнительное бабло за денежки, у которых внутри находится какой-нибудь изумрудик. Ммм, неплохо, допустим. Тоже хороший апгрейд. В общем-то, дальше нужно будет копить ещё больше бабла, чтобы мы сами смогли купить апгрейды на повышение количества бабла. И при этом оставшееся бабло, которое мы с вами повысим, потратить на усиление всех остальных ребят. А то мы следующего торговца уж точно не затащим. Ну, в общем-то, добавил ещё мощи моим ребятам. Самый мощный, опять же, у меня всё ещё лучник. Потому что у него уже 119 дпс в секунду, считайте, 120 урона. И должно быть это прям супер жёстко, для того, чтобы мы смогли всех всё же размотать. Так, и оставшиеся деньги вложить, может быть, в нашего рыцаря. Пускай будет рыцарь прокачан. Ещё оставшиеся деньги немножко в него уложим. И попробуем напасть на следующего, получается, босса. Надеюсь, что получится его затащить. Если получится, будет прям, конечно, великолепно. Так, все скиллы активируем. Давай, активируйтесь. Всё, поехали, пошло. Без промедлений. Ну, вроде как, неплохо. Слушайте, его дамажим. Прям великолепно, я бы сказал, дамажим. Слушайте, лукарь у меня прям решает. Очень много урона стал вносить. Так, может быть, даже получится ещё и на следующего напасть. Кто его знает. Ну, конечно, я сомневаюсь в этом. Но давайте попробуем. А-а-а, стоп, подождите, у меня же все скиллы. Все скиллы закончились. Это не имеет смысла. Окей, ладно. Давай, иди сюда. Я тебя сейчас закликаю. Может быть, повезёт. Хотя я в этом дико сомневаюсь. Всё же, бафов никаких нет. Поэтому скорее он нас размотает. Даже при всём моём желании, при всей моей скорости клика, нифига не выйдет. Я думаю, если, конечно, мы его не застанем, как-нибудь там, каким чудом, пару критов не выйдет дополнительных, тогда, да, тогда, может быть, что-нибудь да поменяется. Но вот, не хватило. Единственное, что вот он оглушил его. Но оглушал бы он почаще его, тогда бы мы действительно затащили. А пока что вот так вот только получается. Так, ну ничего страшного. Сейчас дозаработаем ещё денег. У нас есть, кстати, бандана, которая позволяет улучшать наш скилл Eagle Eye и увеличить шанс на криты, получается. Но я не уверен, что я его хочу качнуть, потому что есть ещё и другие неплохие вещи. Шанс стана тот же, увеличение урона и так же статы ему в целом докачать. В общем-то, хватает ещё вещей, которые стоило бы нам подтянуть, на которые стоило бы накопить. И вообще, хотелось бы докачать вообще нашего главного... Точнее, этого персонажа докачать до максимума. Ещё есть такая довольно интересная маска. Она позволяет уменьшить атаку, получается. Точнее, он дольше будет атаковать, если мы оденем маску нашего волшебника. Ну, давайте, в принципе, экипируем. Выглядит теперь вот так вот довольно-таки странно, на самом деле, даже если бы не очки, то тогда, да. Если пачков не было, тогда он не такой страшный, с очками он прям совсем страшило. А вот такое получается. Просто, ну реально, как будто такой целый костюм, как с противогаза какой-то. Ну, в общем-то, докачал, получается, я нашего сэра Сперлота до самого максимума. Двадцатый левел, получается, купил ему щит, который позволяет блокировать всё же чуваков, которые позади него находятся. И прокачал также вот этот, получается, документик, который даёт всем моим другим игрокам трёхпоцентный шанс дополнительный. Крита. Так, и по сути должно хватить этого, потому что, ну, сейчас статы весьма неслабо поднялись. Так, ещё давайте в мага немножко вложусь. И сейчас поедет вся жара. Но я думаю, что они должны затащить. Вообще, не сомневаюсь в том, что сейчас у нас должно всё получиться. Поэтому погнали. Самое главное у меня это Сэр Сперлот и также Найбархуд, получается. Они должны затащить. Всё, они затащили. Я даже не потерял много ребят. Нафига себе там красный камушек прилетел. Вот это бабки, конечно. Так, жалко, скиллы ещё перезаряжаются. Так бы я сразу попробовал на следующего напасть. Было бы вообще офигенно. Так, ну, вот эти камни по 600, которые с него падают, это, конечно, офигеть. Потому что до этого, ну, реально мало денег падало. А с тех чуваков мне не хватало того, чтобы что-то прям конкретное поднимать. Так, кстати, здесь хороший... Хороший скилл, по идее. Но стоит очень дорого. 20% урона может нам добавить. Поэтому хотелось бы его прокачать. Но такие деньги, конечно, уйдут. Лучше прокачать всех наших остальных напарников. Они более эффективно себя покажут, если я эти вложения сделаю. Так, ладно, давайте маску я всё же куплю. Теперь у нас вот так выглядит лучник. И следующий скилл у него увеличивает его скилл за то... Точнее, увеличивает длительность скилла на одну секунду. За счёт вот этой вот... Вот это вот зелье за 125 косарей. Ну, вроде как и неплохо. Но, блин, стоит очень дорого. Я бы хотел докачать ещё так же левел на Эберхуду до самого максимального. Тут надо, наверное, 1200 где-то потребуется, чтобы доделать. Потому что каждый левел будет стоить дороже. Но, в целом, тоже хорошая прокачка. Тоже стоит в неё вложиться, как мне кажется. Поэтому стоит над этим заморочиться. Так, и... Сейчас, наверное, докачаем всё же на Эберхуду до последнего левела. Попробуем напасть на следующего торговца, когда все скиллы перезарядятся. Ну что, сделал, ребят, ещё немножечко мощнее. Поэтому погнали на следующего. По сути, увеличил шанс тана, урон поднял. Также докачали этого дамага. Всё, он купил ту зельку, чтобы скилл дольше работал. И дальше сейчас посмотрим, как пойдёт. Если хватит этой мощи, то будет, конечно, офигенно. Так, ну поехали, пошли! Надеюсь, что мои ребята затащат следующего чувака. Это уже пират, кстати говоря. Это уже совсем новый класс, совсем более мощный противник для нас. Поэтому даже не знаю, затащим её или нет. Но если выживут мои самые мощные ребята, то затащим. Отличненько! Ещё одного нового чувака положили. С него должно гораздо больше валить сокровищ. Потому что это всё же пираты. И мы до этого с ними не дрались. Так, ну смотрите-ка. С него, получается, можно выбить 777... 771 монету, получается. Плюс она ещё будет у нас усиленная. Потому что есть шанс того, что мы выбьем... Точнее, стоп, нет. Она выпадет у нас усиленная. Потому что у нас есть вот такие, например, приколы, очки. Или же книжка, которая увеличивает сумму денег. Которая может дропнуться. Так что там мы по косырю и больше можем сразу получать. Дальше уже, конечно, как попрёт. На тему того, как у нас деньги повалятся и всё такое. Поэтому, ребята, если захочется узнать, что же будет в самом конце. То поддержите лайком. Более 2000 лайков набирается. Будет вам новая серия уже на следующий день. Поэтому лайк обязательно поставь. Если хочешь видеть, чем же здесь всё закончится. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи. Всем пока.